Привет, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак! С наступлением осенне-зимнего сезона! Я думаю, очень многие девушки задумываются о том, они приобрести себе пальто. Сегодня мне хотелось бы помочь вам разобраться с тем, какие виды пальто бывают. Но для начала давайте поговорим вообще о том, что такое пальто. Согласно википедии, пальто это разновидность мужского и женского платья для прохладной и холодной погоды. Но если говорить проще, то пальто это предмет верхней одежды для улицы с рукавами и с длиной, как правило, ниже бедер. Пальто бывают вообще самые разные, они разделяются, например, по полу носителя, то есть женские пальто, мужские, по сезонности, летние, демисезонные, например, зимние есть с утеплителем. Они также разделяются по длине, бывают пальто длиной по колено, ниже колена, до полу, бывают пальто, это совсем коротенькие варианты. Бывают разные по материалам. Пальто из чего только не шью, из шерсти, из драпа, из кашемира, из неоприена даже есть, из ткани букле. И интересными вариантами лично я считаю, когда комбинируются разные виды материалов. Бывают пальто с подкладкой и без подкладки. Меня, кстати, как-то раз спросили, почему некоторые пальто сейчас делают без подкладки. Так вот лично я считаю, что это просто в целях экономии средств, потому что подкладку, конечно, нужна лишняя ткань, нужны лишние часы работы для того, чтобы эту подкладку вшить, и поэтому, чтобы сократить расходы на производстве, подкладку убирают. Пальто также бывают разные по виду декора и отделки, с закантовкой и без, с меховой отделкой, самые-самые разные, с аппликациями, с разными нашивками. Пальто делится по бортам и пуговицам, то есть, например, однобортное пальто, либо двубортное пальто и разное количество пуговиц. И, конечно же, пальто бывают разными по фасонам. Именно сейчас мы с вами их обсудим. Вообще почти все виды пальто у нас с вами произошли из Англии, поэтому названия будут в большей степени английские, которые, на самом деле, очень сложно запомнить. Начнем с самого что ни на есть классического варианта пальто. Оно называется пальто Paletot. Это классическое двубортное деловое пальто на шести пуговицах. Отличительной особенностью является то, что две верхние пуговицы смещены слегка по диагонали и являются декоративными, то есть, они никакой функции не несут, кроме того, что просто это красиво выглядит. Оно достаточно строгое, как правило, оно не имеет пояса и отлично сочетается с деловыми костюмами. Цвет обычно бывает серый, темно-синий, черный, но, конечно, современные, особенно женские варианты, они могут быть самыми-самыми разными. Следующий достаточно известный тип пальто называется Chesterfield. Это классическое однобортное пальто на три пуговицы. Иногда воротник может отделываться бархатом, но сейчас, то есть, опять-таки, варианты самые разные могут быть. Крой прямой, карманы обязательно с клапанами, манжеты отсутствуют. Данное пальто названо в честь Джорджа Стэнхолла, который был графом города Честерфилд в Великобритании. Вот он заказал себе такое пальто в середине 19 века, поэтому оно так сложно и называется. Вариацией Честерфилда является пальто реглан. Да, то же самое название, что и у рукавов реглан. И это пальто названо так неспроста, потому что плечо и рукав как раз сделаны из одного отреза ткани, и между ними нет шва. То есть, по сути, у этого пальто рукава реглан. В классическом варианте это однобортное пальто. Оно застегивается на три пуговицы и имеет воротник с лацканами, но, опять-таки, современные варианты могут быть абсолютно разные. Также похожее на Честерфилд это пальто Балмакан. Это тоже однобортное пальто с рукавами типа реглан, но тут уже супатная застежка. Это такой вид застежки потайной. И обязательно короткий воротник. Пальто Ольстер. Это двубортное пальто, то есть двумя рядами пуговиц с высоким отложным воротником, накладными карманами и манжетами. Как правило, это пальто длинное, закрывает колени, и сзади на талии пришивается пояс на двух крупных пуговицах. Если вспомнить историю, то ранние модели появились в 1870-е годы и имели в верхней части пелерину. Это такая наплечная накидка, которая защищала от ветра, от дождя. Потом ее не стало, но вот я нашла некоторые современные варианты именно с пелериной. Мне кажется, это очень женственно, очень красиво, очень жаль, что сложно такие варианты пальто найти. Не так они и популярны. Пальто Duffel Coat. Это интересное пальто, тоже родом из Англии. Для этого вида пальто характерен прямой крой, большие накладные карманы и паты на манжетах. И шьют его, как правило, из верблюжьей шерсти. Два современных и весьма популярных вариантов пальто. Во-первых, это пальто-халат. Оно без застежки, с лацканами, соответственно, своеобразным вырезом. И благодаря тому, что застежек нет, это пальто позволяет делать очень красивые диагональные линии на фигуре. Еще один фаворит современности это пальто-кокон. Объемное пальто ось силуэта, который еще называют оверсайз пальто. Как правило, носится без ремня и действительно создает ассоциацию с коконом. Следующие три варианта пальто. Они достаточно похожи, но все-таки у них есть значительное отличие. И тоже давайте с вами разберемся, то есть, чем они отличаются друг от друга. Это кейп, это пончо и манто. Давайте разберемся, в чем отличие этих видов пальто. Кейп это верхняя одежда, пальто свободного кроя, которое не имеет рукавов. Для рук обязательно есть специальные прорези спереди. И такое пальто скорее создано для того, чтобы где-то покрасоваться, надеть каким-нибудь вечерним платьем, потому что оно практически нефункционально. Руками вы особо в таком пальто не помажете, потому что видно обычно руку от локтя. Пончо это, как правило, пальто, которое кроится из цельной материи, из квадрата или круга. И оно не имеет рукавов вообще. То есть, когда вы поднимаете руки, вместе с ними поднимается и пончо. Но сейчас можно встретить варианты, где все-таки присутствуют рукава. Понто это очень похожее на пончо пальто. Оно тоже свободное, но кроится всегда из круга и имеет колоколообразные рукава. Ну и, наконец, два военных варианта для тех, кто любит стиль милитри. Это бушлат, короткое двубортное пальто. Оно создано, так скажем, во вдохновение от верхней одежды моряков. И чаще всего отличает бушлат то, что на нем такие очень большие интересные металлические пуговицы. И также обязательно есть широкий воротник и лацканы. И также популярный вид это шинель. Это плотное теплое пальто. Оно было раньше характерно для сухопутных войск 19-го начала 20-го веков. Но сейчас, то есть, оно вполне прекрасно вписывается в нашу современность. Дизайнеры переработали фасон оригинальных шинелей. Отличаются такие пальто особо широкими лацканами и воротником практически во всю грудь. Обязательно есть пояс на талии, рукава обязательно с манжетами. И, как правило, вы сможете увидеть какие-то декоративные детали. Все, что также отсылает нас к стилю милитари. Вот такие вот виды пальто бывают. Тут можно выбрать абсолютно любой вариант, на любой вкус. Кстати, не забывайте, что на самом деле видов пальто намного больше. Есть огромное количество самых интересных вариантов. Например, несколько лет назад я себе сшила очень классное пальто фраг. Я переделала его из самого обычного пальто, но получилось достаточно интересно. Обязательно пишите, какие фасоны пальто нравятся вам. А может быть, вы вообще не любите пальто и не носите их. А с вами была Наталья Ксенчак. Если понравился ролик, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!